Для третьей спортшколы и федерации бокса рассказали на встрече с главой города представители спортивных организаций, год оказался насыщенным и результативным. В целом, отметил и Анатолий Пахомов, спортивных достижений в копилке сочинских юных спортсменов становится все больше. Любое выступление, да, и тем более, если становится еще призерами, это дополнительно, во-первых, реклама городу, что немаловажно. К тому же, есть уже успехи не только в боксе, слава богу, в других видах спорта, но самое главное, конечно, это то, что уже 70% детей школьного возраста, у нас дополнительно, кроме занятий в школах, заняты физкультурой и спортом. Настя в спорте больше 8 лет. Позади золото чемпионатов России, первенств Европы и главное достижение спортсменки – победа на чемпионате мира по боксу среди юниоров. Девушке присвоено звание мастера спорта международного класса. Настя, ну еще раз поздравляю. Спасибо, спасибо. Молодчина. Так, держать. Держала Настя четыре боя. Соперники, признается, на мировом первенстве серьезные. Первый бой провела с американкой, второй с казашкой, третий с полячкой и четвертый с англичанкой. Второй бой закончила досрочно, остальные по баллам. Все, держала победу. Впереди у Анастасии подготовка к юниорской олимпиаде, которая пройдет в октябре в Аргентине, и спортсменка уже получила путевку на эти соревнования. К слову, сегодня открылся очередной спортивный зал для тренировок по боевым видам спорта для юных спортсменов в Адлерском районе. Сегодня на территории города Сочи мы можем заявить, что функционирует более 30 спортивных залов, которые тренируют наших детей по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу. Тренера готовят высшие категории, которые проходят ежегодную подготовку к квалификации. Рассматриваются вопросы о возможности строительства в районе Донской спортивного комплекса для проведения внутригородских и всероссийских турниров по боевым видам спорта. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.